Сегодня мы объявляем результат самой большой исследовательской программы в истории Министерства обороны. Эта программа — универсальный истребитель. Министерству обороны Америки нужен новый реактивный истребитель. Он должен садиться на авианосец, быть невидимым на радаре и зависать в воздухе. Истребитель 21 века предназначен для флота и для ВВС, и для морской пехоты. Военным понадобится много таких самолетов на сумму в 200 миллиардов долларов США. За право построить самолет соревнуются две гигантских корпорации — Boeing и Lockheed Martin. За несколько лет каждая компания изготовила свой экспериментальный самолет. В расчете на то, что именно он станет истребителем будущего. Оба истребителя вступили в соревнования на базе ВВС «Эдвардс» в Калифорнии. Там испытывают все новые американские самолеты. В числе прочего, на этой базе есть площадка очень ровной и твердой земли, размерами 20 на 32 километра. Она используется в качестве большой посадочной полосы, и в случае серьезных неполадок может спасти жизнь пилоту. Пилот-испытатель Фред Нокс ведет истребитель Боинга Х-32 в первый полет на Эдвардс. А в это время команда Локхеда заканчивает сборку истребителя Х-35. Весь следующий год новые истребители будут раз за разом подниматься в небо, стараясь доказать свое превосходство. Ведь многомиллиардный заказ получит только одна корпорация. «Могущество в воздухе. Борьба авиационных гигантов. Часть вторая». Есть! Поздравляю с первым вылетом. Спасибо. Через несколько минут истребитель уже в воздушном пространстве Эдвардса. На всякий случай он выпустил шасси. Нокс налетал на симуляторе Х-32 сотни часов. Теперь он должен проверить, каков в деле реальный самолет. Я просто счастлив. Но вот пилот-испытатель Боинга Деннис Удонахью заметил неполадки. Говорит орландец по правому борту. У тебя в передней части фюзеляжа утечка гидравлической жидкости. Это первый полет. Что-то должно было пойти не так. Мы будем осторожны. Жидкость не рассеивается. Я слежу за ситуацией. Источник утечки неизвестен. Ноксу велели сократить программу полета. Мы прогоним самолет через контрольные точки и пойдем на посадку. Выполняйте. Молодец, Фред. Поздравляю. Отлично. Один вылет у нас уже есть. У нас была небольшая утечка, но это ни на что не повлияло. Мы сели просто отлично. Качество полета примерно 11. Ну что, мы сели вовремя? Конечно, вовремя. Как только появилась утечка, надо было садиться. Утечка оказалась не опасной и не омрачила день триумфа Боинга. Над базой Эдвардс начались тренировочные полеты. Во время каждого вылета пилот должен проделать на истребителе ряд заранее определенных маневров. Приборы фиксируют характеристики самолета. Результаты отправляют руководству программы. Пока что Х-32 ведет себя так же, как предсказывал симулятор. Это говорит о высоком уровне компьютерной модели. Все пилоты удивляются тому, как точно самолет соответствует нашим ожиданиям. Это касается и скорости, и управляемости, и полетных характеристик. Это большой сюрприз для нас. Эта версия истребителя Боинга рассчитана на использование в ВВС и на флоте. Требования флота к машине оказались самыми высокими. Командир Фил Йейтс, позывной Буян, официальный пилот-испытатель флота в команде Боинга. Для него это назначение — приятный сюрприз. Меня спросили, хотите стать первым пилотом от флота в программе «Универсальный истребитель». Я подобрал упавшую челюсть с земли и сказал, конечно, я хочу. Посадка на авианосец — самая сложная для пилотов флота. Но Йейтс — один из лучших. В качестве подготовки к тесту он решает полетать на F-18. Форсунки в норме, гидравлическое давление и обороты в норме. Всё, я готов к вылету. Мы летим. Посадка на авианосец — самая сложная, с чем может столкнуться пилот-истребитель. Особенно это сложно ночью, в неблагоприятных условиях. Наклонная палуба, ветер, дождь. Вы должны контролировать самолёт на 100%. На скорости 240 км в час пилот должен попасть на участок размером с теннисный корт — 36 квадратных метров. При этом надо поймать один из задерживающих кабелей. Пилоты не снижают скорость. Наоборот, коснувшись посадочной палубы, они включают мотор на полную мощность. Ведь если самолёт не найдёт кабеля, пилот сможет поднять его вверх. Садиться в аэропорту всё равно, чтобы протянуть ремень в брюке. Сесть на авианосец всё равно, чтобы втянуть нитку в иголку. Пилот-испытатель должен уметь летать на самолётах, о которых ничего не знает, и замечать их плюсы и минусы. Когда пилот садится в самолёт, на котором никогда не летали, он испытывает волнение и радость. То, что дарит радость пилоту, очень пугает обычных людей. Здесь, на базе Эдвардс, Йейтс проверит, как самолёт Боинга выполняет вертикальную посадку. Мы понимаем, что это новый самолёт. Пилоты-испытатели уверены, что способны справиться со всем, что преподнесёт им новая техника. Если бы не эта уверенность, мы бы не летали. Команда Боинга старалась свести риск на нет. Но во время пробных полётов Йейтс должен летать так близко к Земле, что любая ошибка или неисправность будут смертельны. На посадочной полосе отметили участок, равный по площади посадочной площадки авианосца. Ну, поехали. Вас понял, Фантом-3? Из диспетчерской в нескольких километрах от лётного поля инженеры Боинга наблюдают за полётом. Вас понял. Пилот должен понять, какую коррекцию и исходные данные ему вводить, и разобраться, как на них реагирует самолёт. Именно этим определяется, насколько легко самолёт будет садиться на корабль. Как и на авианосце, Йейтс использует при посадке оптический прибор, ступенчатую линзу. Если он видит жёлтый огонёк точно в центре, значит, заходит на посадку безопасно, под правильным углом. Кроме того, ему подаёт сигнал и офицер с земли. На авианосце он комментировал бы каждую посадку. Было низковато. Мы здесь не пытаемся проверить способности пилота. Йейтс – хороший лётчик, он знает своё дело. Вас понял, Пол. Мы пытаемся понять, как новый самолёт поведёт себя в сложных обстоятельствах. С каждым полётом сложность задания возрастает. Йейтс имитирует реальные условия посадки, снижаясь очень быстро или под слишком большим углом. Как он слушается вас? В программе участвуют экспериментальные самолёты. Бывает, они ведут себя неожиданно. Во время одного полёта у Денниса Удонахью возникли проблемы. Это был обычный пробный полёт. Мы проверяли, сможем ли снова завести двигатель, если он выключится в полёте. Внимание! Внезапно компьютер самолёта сообщил, что отказали посадочные тормоза. Диспетчерская. Ну, что делать? Перезагружаться? Нельзя, он должен долететь так. Фантом-3, внимание, возвращайтесь на базу. Мне перезагрузиться? Нет. Удонахью решил, что в программе произошла ошибка и направил самолёт на посадку. Без тормозов ему не хватит места для посадки, он рискует получить травмы и испортить себе репутацию. Немногие возьмут на работу пилота, разбившего дорогой, опытный самолёт. Я коснулся земли и начал тормозить. Тормоза не работали. Мне пришлось набрать скорость и снова подняться в воздух. Фантом-3, возвращайтесь на базу. Похоже, тормоза и впрямь неисправны. Что ж, спасти самолёт 21 века поможет площадка, которой 2 миллиона лет. Теперь я был уверен, места мне хватит. Я сел, и самолёт катился по земле до полной остановки. Не будь на базе этой площадки, ситуация оказалась бы действительно критической. После месяца успешных полётов у Боинга кончилась удача. Придётся чинить тормоза и решать проблемы с программой. Самолёт долго не сможет летать. И кроме того, в небе над базой Эдвардс у Боинга появился противник. В тот же день самолёт Локхеда покинул мастерские и тоже ринулся в бой. Я похож на курицу. Первый полёт на истребителе совершит главный пилот-испытатель Томас Моргенфельд. У него громадный опыт. Он летал на всём, от первых стелсов до нескольких моделей самолётов, которые до сих пор засекречены. Он знает, какие опасности ждут его в пробных полётах. В 92-м году он пилотировал опытный самолёт, и компьютерные неполадки вызвали сильные вибрации. Полтора километра он проехал в пламени и вышел из машины невредимым. Прошло почти 10 лет, и легендарный пилот-испытатель снова отправляется в неведомое. Назад уже не повернёшь, теперь только вперёд. Когда первый раз садишься в новый самолёт, очень пнуешься. Сердце колотится, адреналина в крови очень много. По традиции Локхеда, Моргенфельд берёт с собой бумажник и ключи начальника цеха сборки Эда Бёрера, а также других руководителей компании. Это знак доверия к пилоту. Успехов. Взлёт разрешаю. Понял вас. Вперёд, Томми! Мы в воздухе, это здорово. Вас понял. Я так рад. Это сложно передать. О, чувак. Ух ты! Здорово! Полёт закончен. Всё отлично. Выпускаю шасси на счёт три. Раз, два, три. Получилось. Вот это полёт. Вас понял. Полёт длился 22 минуты. Истребитель Локхеда приземлился на авиабазе. Добро пожаловать в Эдвардс. Посадка разрешена. Вас понял. Какой же молодец наш пилот. Они с самолётом подходят друг к другу. Отличный самолёт. Всё вышло отлично. Замечательно. Спасибо, друг. Прости, но такова традиция. Это нечестно. Вы молодцы. Спасибо, Лэс. Нет, ну каков самолёт. Просто отличный. Ты просто молодец. Мне очень понравилось летать. Большое спасибо. Да. Молодец. Спасибо. Я хотел бы ещё полетать. Жаль, что полёт был таким коротким. Истребитель готов к испытаниям. Спасибо. Спасибо большое. Мы будем летать лучше всех остальных. Причём каждый день. Так всё и будет. Резабек оказался прав. Истребитель поднялся в небо на следующий же день. Тщательно выверенные манёвры постепенно раскрывают возможности самолёта. Первые шаги – вот что это такое. Мы стараемся быть осторожными. Не стоит заставлять пилота, команду базы и самолёт делать всё самое сложное и сразу. Подполковник Пол Смит, позывной Ти-Пи, главный пилот-испытатель программы «Универсальный истребитель». Он приписан к Локхиду. Как и все пилоты, он налетал много часов на симуляторе. Но он не мог знать, каким окажется настоящий самолёт. Я ещё никогда такого не испытывал. Чувствовал за спиной огромную мощь двигателя. Такое ощущение, что в спину всё время что-то подталкивает. Очень стабильный полёт, хорошее ускорение. И источник этого был за моей спиной. Я словно скакал на отличном породистом жеребце, который был готов отвезти меня, куда я прикажу. Истребитель Локхиды похож на жеребца не только силой. Как и любой истребитель, он съедает очень много топлива. Программа «Универсальный истребитель» этого не требует. Но Локхид хочет добиться от своего детища воздушной дозаправки. От этого зависит, насколько быстро ликвидируется отставание от Боинга. Поднявшись в воздух всего два раза, ТИПИП попробует провести одну из самых опасных операций в воздухе. У меня всегда были проблемы с воздушной дозаправкой. Меня всю жизнь учили, защищай свой самолёт от всего постороннего. Его не должны касаться ни другой самолёт, ни огонь с земли. А тут мне приходится вплотную подходить к другому самолёту, соприкасаться с ним. На высоте шесть километров ТИПИ встречается с КС-135, тяжёлым танкером. Тот вытягивает кран по направлению к приёмнику топлива за кабиной истребителя. ТИПИ медленно приближается. Приходится лететь очень осторожно, пока танкер вставляет кран в мой приёмник топлива. Топливо в истребителе почти кончилось, когда пилот, наконец, пошёл на дозаправку. Локхитт конструировал самолёт под использование стандартов дозаправки ВВС. Боинг ориентировался на стандарты флота. Компьютерные проблемы исправили. Самолёт Боинга снова в воздухе. У самолёта флота есть топливный зонд. Этот зонд должен выходить в гнездо на конце топливного шланга танкера. Но во время первой же попытки дозаправки гнездо пролетает в опасной близости от приборов на носу самолёта. Они предназначены для оценки состояния машины в пробных полётах. Если их сбить, они могут попасть в двигатель и привести к поломке самолёта. И это ещё не всё. Когда топливный зонд всё-таки входит в гнездо, он не может там закрепиться, и бензин разбрызгивается вокруг. В итоге, Боинг вынужден признать, воздушная дозаправка слишком опасна. Всё оставшееся время полётов истребитель Боинга заправляется на Земле. Полёты с опережением графика закончились. При каждой дозаправке на Земле они теряют время. Локхид Мартин заправляется в воздухе и не отступает от графика пробных полётов. У Локхида есть одна важная цель. За месяц пробных полётов их истребитель вплотную подошёл к преодолению звукового барьера. Полёт со сверхзвуковой скоростью тоже не требуется в рамках программы. Но у Локхида осталось совсем немного времени, и они настроены очень серьёзно. Сегодня мы пересечём звуковой барьер. Это будет наша большая победа. Команда Локхида справилась с мелкими, но упорными проблемами, которые мешали им долгое время. В конце целого дня полётов за штурвал садится Моргенфельд. Истребитель Локхид наконец преодолевает звуковой барьер. Первый в мире сверхзвуковой самолёт взлетал на этой же базе. Пилот включает форсаж, и звуковой барьер позади. Это было здорово. Первый месяц полётов Икс-35 закончился громким успехом. Мы победили. Локхид начал пробные полёты позже, но догнал график и даже поставил рекорд. 27 вылетов за 30 дней. Спустя месяц звуковой барьер преодолел истребитель Боинга. Грация и хорошие полётные показатели утихомирили тех, кто критиковал внешний вид самолёта. Дух соревнований заставлял каждую команду творить чудеса, которые затем повторяли их соперники. Опытные модели самолётов совершали по несколько вылетов в день. Такого ещё не было. Оба соперника и их творения заслуживают похвалы. Самолёт Боинга оказался способен на большее, чем ждали от него все, а в особенности Локхид. Пока невозможно сказать, кто победит в соревновании. Сейчас противники действительно идут вровень. И Боинг, и Локхид понимают. Исход соревнований и судьба контракта зависят от исполнения последнего требования программы. Самолёт должен совершить вертикальную посадку. Гудини когда-то заставил исчезнуть слона весом в 5 тонн. Локхид хочет переплюнуть его и подвесить в воздухе 17-тонную машину, используя своё изобретение воздушный винт. Но от того, оправдает ли он ожидания, зависит судьба самой корпорации. Они сложили все яйца в одну корзину. И если они проиграют, Локхид Мартин, как самый большой подрядчик Министерства обороны США, прекратит своё существование. Фирма может просто закрыться. Инженеры Локхида устанавливают воздушный винт на самолёт. Они надеются, что теперь он будет способен на вертикальную посадку. Эта система ещё не проверена в деле, но техническое решение кажется очень красивым. Самолёт будет балансировать на двух столбах воздуха, а не на одном, как у Хэрриера. Один столб — это направленный вниз выхлоп двигателя. Второй создаётся воздушным винтом, который соединён с двигателем, ведущим валом. Винт всасывает воздух над самолётом и выбрасывает его внизу. На практике техническая находка обеспечивается сложнейшим механизмом. Локхид выбрал очень сложное решение. Если во время посадки случится неисправность, пилот просто может не успеть катапультироваться. Очень опасно. Бывший пилот Хэрриера Саймон Харгривс, получивший боевой опыт на Фолклендских островах и в Боснии, будет проводить первую вертикальную посадку. Он очень опытный пилот, но сейчас его ждёт неизвестность. Никто ещё не создавал таких сложных и мощных двигательных установок. Я не всегда могу предсказать, как поведёт себя опытный самолёт. Вертикальную посадку будут отрабатывать над специальной ямой глубиной в 10 метров, дно которой покрыто стальной решёткой. Это снижает шансы того, что двигатель затянет свой собственный выхлоп. Всасывание горячих газов проблема, знакомая всем пилотам Хэрриера. Если выхлоп зависает в воздухе, он снова попадает в двигатель, и тот может заглохнуть. Горячие газы отводятся из ямы. Это даёт относительную безопасность. Начали. 70% тяги. Давай, Саймон. Давай. Харгрифс висит в 6 метрах над землей. Раньше 16-тонные истребители не садились вертикально. Воздушный винт работает отлично. Он создаёт на 600 килограммов больше тяги, чем планировалось. Ты молодец. Невероятно. Я глазам своим не верю. Вот это да. После двух лет попыток угнаться за Боингом, Локхитт вырвался вперёд. Теперь его инженерам не стыдно показать самоуверенность. Мы никогда не сомневались, что выбрали нужный тип самолёта и двигательной установки. Нам всегда было жалко наших соперников из Боинга. А я их и не жалел. Это точно. Итак, воздушный винт работает. Но Локхитт ещё не провёл воздушного манёвра под названием переход. Переход совершается от нормального полёта к вертикальной посадке. Этот манёвр очень сложен. На то же утро Боинг запланировал демонстрацию своей системы вертикальной посадки. Второй самолёт компании совершил полёт над страной. Пролететь над Белым домом никогда не вредно. Правда, настоящая причина полёта невидима. Воздух на уровне моря более плотный, чем на базе Эдвардс, расположенной довольно высоко. А чем плотнее воздух, тем лучше работает двигатель. Высота стабильная, полёт нормальный. Боинг надеется, что его система вертикальной посадки позволит обойти Локхитт. Пилот-испытатель Дэннис О'Донахью начнёт полёт нормально, затем сбросит скорость до нуля и зависнет в воздухе. Планировать на низкой скорости невозможно, и если система вертикальной посадки откажет, самолёт просто упадёт. Чтобы дать пилоту хоть какой-то шанс, при пробных полётах высота и скорость снижались постепенно. Таких полётов было 43. Теперь Боинг готов пойти на риск и снизить скорость до нуля. Я так волнуюсь. Среди зрителей присутствует и семья О'Донахью. Мальчики так ждали этого дня. Дэннис спал сегодня только потому, что ему нужна была свежая голова. Мальчики тоже спали, а я глаз не сомкнула. Смотри, папин самолёт. Вон там. В 60 метрах над землёй О'Донахью сбрасывает скорость до нуля и зависает в воздухе. 13-тонная машина послушна ему. Говорит ирландец, у меня всё хорошо. Да, зависание прошло отлично. Все системы в норме. Кстати, пилот. Да. Вы мой герой. Круто. Очень круто. Поздравляю, Дэннис. Ну и день сегодня. Я хлопал в ладоши, кричал и смеялся, как ребёнок. Вот это было зрелище. В этот день Х-32Б зависал 4 раза. Один раз на 2,5 минуты. Затем пилот повернул самолёт на 360 градусов. Это высший класс пилотажа. Брэндон сказал, что такого не видел даже в «Звёздных войнах». Это наивысшая похвала. Прошёл месяц. Боинг готов к новым рекордам. Х-32 должен стать первым истребителем после Херриера, которому удалось перейти от нормального полёта к вертикальной посадке. Выполнять этот опасный манёвр решили над специальной ямой, чтобы при посадке горячие газы не попали в двигатель. А чтобы уменьшить риск, инженеры сняли с самолёта некоторые детали, уменьшив его вес. Это решение критиковали, но в «Боинге» на это отвечали. Наша новая модель, которую мы не успели построить, но представили чертежи на судкомиссии, будет на 700 килограммов легче. В кабине снова Деннис О'Донахью. С земли за полётом наблюдает Говард Гофус, специалист по пробным полётам. Теперь мы знаем гораздо больше. Мы знаем, на что мы способны и на что способен наш истребитель. Впрочем, в случае неудачи знаний нас не спасут. Высота 15 метров. Всё в норме. Самолёт «Боинга» приблизился к яме и начал снижение. Если случится беда, пилот не успеет катапультироваться. Внимание, самолёт зависает. Внимание. И тут начались проблемы. Внимание. В двигатель попал горячий газ из форсунок, и самолёт начал терять мощность. Прекратить снижение. О'Донахью чувствует, что происходит, но сделать уже ничего не может. Говард, мы теряем высоту. В шести метрах от земли горячий газ наконец-то рассеивается, и у двигателя хватает мощности для безопасной посадки. Отличная посадка. Он совершил посадку, всё успокоилось, но в какой-то момент положение было очень серьёзное. Теперь можно подумать о том, что произошло, проанализировать ошибки. Никто из зрителей не понял серьёзность положения. Обработав все новые данные, инженеры пришли к выводу, что яма, испытания на которой считаются безопасными, и явилась причиной проблем. В ней нет ни ветра, ни даже сквозняка, и горячий газ остаётся висеть в воздухе. Вторая вертикальная посадка будет проходить на нормальной земле. Мы решили совершить вертикальную посадку на твёрдой земле. Правда, надо учитывать, что там может произойти то же самое, быть готовыми ко всему. Пока всё хорошо, отлично. Ко всеобщему облегчению вторая вертикальная посадка прошла отлично. Но спустя неделю при очередной вертикальной посадке даёт о себе знать ещё одна неполадка. Любой пилот Хэрриера знает, что такая вспышка происходит при всасывании горячего воздуха над самой землёй. Инженеры Боинга знали, что такое может случиться, и исключили эту проблему в новой версии истребителя. Однако на сегодня полёты с вертикальной посадкой решено прекратить. Спустя месяц Боинг закончил испытания по программе Пентагона с опережением графика. Это большая удача. Если директоров компании что-то и волнует, то они этого не показывают. Я уверен, что сейчас мы впереди. И думаю, что это положение не изменится. Ну, ещё разок. Теперь Локхиду надо доказать, что их истребитель не хуже соперника. Для этого придётся совершить тот самый переход от нормального полёта к вертикальной посадке. надо показать, что он способен сесть на твёрдую поверхность. Это хорошо говорит о лётных качествах и управляемости самолёта. Надо показать, что наш двигатель не высасывает горячий газ и не причиняет серьёзных повреждений поверхности, на которую садится самолёт. Переход на счёт три. Приступаем к переходу. Раз, два, три. На высоте 300 метров Саймон Харгрифс включает воздушный винт и сбрасывает скорость. Самолёт поддерживает два воздушных столба спереди и сзади. Тяга, поддерживающая истребитель, составляет больше 18 тонн. Эта система вертикальной посадки избежала проблем, характерных для Херриера и Боинга. Воздушный винт нагнетает прохладный воздух, и тот создаёт невидимый барьер, не давая мотору всасывать горячий выхлоп. Я спускаюсь. Провисев в воздухе две минуты, Харгрифс снижает тягу и самолёт медленно опускается. Всё отлично, никаких проблем. Молодец, Саймон. Отлично. Отлично. Мы все так долго этого ждали. Могу сказать только одно. Ура! Выбор будет очень сложным. Начинить сейчас у одной из сторон неполадки, всё было бы намного легче. Выбор будет трудным, впрочем, правительство этого и хотело. Можно сказать, противники попались равные. Здесь, за завесой секретности, проекты Боинга и Локхеда изучают правительственные эксперты. Именно они определят финалиста программы «Универсальный истребитель». Здесь лежат проекты в электронном виде. В день через эти комнаты проходит до 200 человек, и все они приходят работать с этими проектами. Эксперты продираются через горы данных, оценивают стоимость постройки самолетов, управляемость и возможный риск. Кто-то проверяет аэродинамику машин, предельную скорость, перегрузки и дальность полета. Кто-то занимается программами бортовых компьютеров. Соревнование подходит к концу. Результаты проверок держатся в строжайшей тайне. Осталось всего шесть недель. После этого мы доставим результаты проверки командующим ВВС и военно-морского флота. Именно они примут решение о том, кто будет строить истребители ближайшие 40 лет. Приближается окончательное решение, или, как говорят военные, отбор. В Боинге уверены, что дешевизна конструкции и ноу-хау обеспечат победу им. Мы все уверены в результатах отбора. Мы знаем, что наш истребитель это то, что надо. Совсем незадолго до отбора Локхид решает устроить показательное выступление. Его результат должен войти в историю и заставить военных задуматься. Истребитель Локхида взлетает после 150 метров пробега, переходит звуковой барьер и совершает вертикальную посадку. Хэрриер – дозвуковой самолет, поэтому подобный маневр – неслыханная вещь для ВВС. Нельзя не вспомнить о том, что Боингу для вертикальной посадки приходится снимать детали, без которых сверхзвуковой полет невозможен. Но вот удача, наконец, изменяет и Локхиды. Они пытаются взять вертикальный старт и перейти к обычному полету. При взлете самолет не может совладать с ветром. Полет прекращают. Но даже это не в силах разрушить легендарную смесь технических инноваций и инженерной самоуверенности, характерной для Локхида. Здесь уверены, строить истребитель 21 века выпадет именно им. Мы сделали все, что могли. Теперь выбор за правительством. И вот, после пяти лет ожидания, решение принято. Результат лежит в этой сумке. Все с волнением ждут новостей. Рик Резебек и несколько сотен его сотрудников собрались в мастерских Локхида в Паун-Дейле, Калифорния. Мы сделали для победы все, что могли. Конечно, всем обеспокоимся. Но это даже немного приятно. Вы очень старались. Да. Начальник отдела «Универсальный истребитель Боинга» Фрэнк Статкус и вице-президент компании Гарри Стонцифер находится в Сиэтле. Откуда мы будем смотреть трансляцию? Прямо отсюда. Приступим. Сегодня мы объявляем результат самой большой исследовательской программы в истории Министерства обороны. Это программа «Универсальный истребитель». Стоимость контракта по ней будет составлять 200 миллиардов долларов. Две команды конструкторов от корпорации Локхид-Мартин и Боинг завершили работу с опытными моделями. Обе команды выполнили предъявленные к ним требования и справились с заданием. В программе участвовали более 250 человек. Оба участника соревнования проделали очень большую работу. Мы рассмотрели все преимущества и недостатки предложенных проектов. Посоветовались с британскими коллегами и решили объявить победителем соревнования по программе Локхид-Мартин. Итак, победитель соревнования компания Локхид-Мартин. Фрэнк, скажи своим сотрудникам, что они отлично поработали. Вы молодцы. Фил Кондит, главный администратор Боинга, звонит из Вашингтона в Сиэтл. Победитель получает все? Да, к сожалению. Весь объем контракта получит победитель. Фил Кондит, главный администратор Боинга, вы молодцы. Жаль. Вы сделали многое. Не знаю, в чем ваша ошибка. Боингу пришлось менять конструкцию, они не справились с поглощением газа. Другое дело, если бы воздушный винт Локхида не заработал, все могло бы быть по-другому. Одним из решающих факторов, на мой взгляд, явилось то, что истребитель Боинга не смог совершить вертикальную посадку в полной своей конфигурации. Им пришлось снять обтекатель и другие детали. А самолет Локхид Мартин совершил вертикальную посадку сразу после преодоления звукового барьера. Это и есть их плюс. Х-35 официально переименовали в F-35. Он станет самым широко распространенным истребителем. Локхид Мартин Интересно, что в 43-м году Локхид построил в своих мастерских Локхид П-80 первый американский реактивный истребитель. И теперь, спустя 60 лет, они вновь создали универсальный истребитель, который может стать последним пилотируемым военным самолетом. Так заканчивается большая глава в истории американской авиации. Контракт от вооруженных сил поставки за рубеж. F-35 ждет большое будущее. Пристегнитесь. Впереди воздушная яма. Теперь все станет совсем интересно. Локхиду надо суметь справиться с объемом производства. А тем временем правительство говорит о сокращении закупок и работах по производству беспилотных боевых самолетов. Какая компания является ведущей в производстве беспилотных самолетов? Боинг. Проигрыш битвы за универсальный истребитель не значит, что проиграна война за положение в американской военной промышленности. Так что история универсального истребителя только начинается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...